Итак, друзья, всем привет! С вами опять Рома Урако и очередная капсула времени. У меня на канале было уже огромное количество всевозможных советских машин с минимальными пробегами. Это были Волги, Жигули, Москвичи, Запорожцы, но пока не попадались нам в Волынянке Луцкого автозавода. И вот буквально на днях один мой подписчик мне написал на почту и сообщил, что недалеко от его города, в Хмельницкой области, человек продает вот такой УАЗ с пробегом менее 100 километров. К сожалению, у меня не получилось поехать на первичный осмотр данного экземпляра. Поехал Ретро Ильич. Видео о том, как он доставал эту машину из гаража, будет у него на канале. А вот машину буквально вчера пригнали в Киев уже. И сейчас сделаем небольшой обзор этой капсулы времени в Волынянке 89-го года выпуска с пробегом всего лишь 97 километров. То есть новая машина, на ней даже номера еще никогда не стояли. И бирочка на лобовом стекле, бумажная, которая шла с завода. И сейчас более детально расскажу вам о данном экземпляре, покажу все нюансы и особенности. Что ж, поехали. Вот он перед вами красавец УАЗ Волынец, модель 969М. Аппарат, как я уже сказал, 1989-го года выпуска и практически всю свою жизнь он простоял в гараже на колодках без движения. И вот буквально на днях только привезли его в Киев. Модель эта выпускалась довольно долго Лутским автозаводом с 1979 по 96-й год. Тиражи были небольшие и машина хоть и продавалась в частные руки, но их было довольно мало на дорогах, если сравнивать с теми же запорожцами, москвичами, жигулями и волгами. То есть довольно редкая техника была. В советские годы она стоила 5100 рублей, о чем свидетельствует бумажка, которая была найдена в машине. То есть это было дороже запорожца, но дешевле, нежели жигули. Такая вот техника. Цвет хаки практически самый массовый для этих волынянок. Хотя встречались и бежевые, и синие, и зеленые, и красные, и даже желтые. Но вот самый массовый был такой военный милитарий хаки, как в данном случае. Машинка, конечно, грязная, потому что она более 30 лет простояла в гараже, таком деревянном, заваленном всяким хламом и мусором. Поэтому не пугайтесь, но на самом деле она новая. И есть масса нюансов, которые подтверждают именно то, что аппарат абсолютно новый и не ездил вообще. Например, вот интересный нюанс. Сохранились пломбы на тенте. Видим свинцовые такие пломбы с надписью Луцк. Причем их несколько штук есть. С этой стороны одна. И есть вот пара пломб. И одна еще пломба и с этой стороны тоже на тенте. То есть тент с завода еще не снимался. Видим надпись Луцк. Машинка очень компактная. У нее длина всего лишь 3 с небольшим метров. По-моему, 3-300 с копейками миллиметров. Вес меньше тонны. По-моему, 960 килограмм. Сторяженная масса. Вот такой вот волынянки. Поэтому ее, когда с гаража доставали, колеса были заблокированы от длительной стоянки. И ее чуть ли не вручную вынесли из гаража. Там 8 человек выкатили. И вот в таком виде она приехала в Киев. Грязная. Надо будет ее и помыть. Сделать детейлинг. Полное техобслуживание. То есть поставить на ход. И машинка засияет другими красками совершенно. И покажу вам разбирочку, которая присутствует на лобовом стекле. Видим вот автомобиль УАЗ-969М. Внимание. Аккумуляторная батарея с электролитом. Двигатель заправлен с маской. Колиция топлива в баке 3 литра. Ключи. Две штуки. Эти ключи на месте. Пломбы. Видим 4 штуки. То есть где-то еще 2 висят. Так и видим в январе, скорее всего, 90-го года или 89-го машину продали. Пока нет бумажечка наклеена. Либо в январе 89-го это клеилось. Но сама машина по техпаспорту 89-го года. Такой вот аппарат. К сожалению, сверху в гараже на нее что-то капало. Либо лилась какая-то грязь. И тут пострадал тент этот. Он оригинальный, родной. Но, увы, такая дырочка на нем теперь есть. Не знаю, удастся ли его восстановить. Так что у кого есть оригинальный уазовский тент советских времен вот такого цвета, пишите в комментариях, либо в личку, либо мне на почту, либо в директ, в инстаграм. С удовольствием приобретем для этого вот раритета. Дворники, смотрите, какие оцинкованная основа. Они абсолютно новые. Те, что стояли с завода. И давайте перейдем, наверное, к салону. Покажу вам интерьер этой машины. Он чрезвычайно спартанский. Даже запорожец на фоне уаза выглядит как лимузин практически комфортабельный. Тут все очень примитивно, жестко. Машина практически военная. Ну, собственно, в ее основе лежит военный такой транспортер переднего края для вывоза раненых с поля боя. И, по сути, тут это все по технике идентично. И, соответственно, и обстановка в салоне тоже очень похожая на военную спартанскую. Правда, сидения уже стоят от Жигулей первой модели. То есть, хотя бы никакой комфорта не дают. Потому что на уазе прежнем 969А были еще более примитивные сидения. Там вообще было сидеть проблематично на длительное расстояние. Пробег сразу вам покажу, чтобы не было сомнений. 97 километров и 700 метров. То есть, машина абсолютно новая. На ней проехали буквально, наверное, с базы, где ее получали, до гаража. И дальше она стояла в гараже и не ездила. Вот, посмотрите, педальный узел. Кстати, педали газа, как видим, нет. Но она присутствует, лежит под ковриком. Если так отодвинуть. Где-то я ее видел. А вот она. Под ковриком залезла. Педаль газа. То есть, она есть. Мне в инстаграме писали в комментариях, что куда-то она пропала. Но на самом деле она есть. Два ключа есть. Еще есть запасной. И посмотрите, вот. 969 М отличается травмобезопасной панелью. Там торпеда этим, пластиковым. То есть, такого мягкого материала. Такой примитивный приборный щиток. Хотя приборов очень много. Тут и давление масла, и температура, и амперметр, или вольтметр. Что это там, запас топлива. Ну и спидометр. Размечен спидометр до 120 км в час. Хотя, на самом деле, максимальная скорость Волынянки составляет 85 км в час по паспорту. Ну и естественно, такого показателя, как разгон от 0 до 100, здесь в принципе нет. Потому что разгоняется только до 85 км в час. Такой вот салон. Он четырехместный. Тут сзади еще есть два сиденья отдельных. Таких тоже табуреточки, можно сказать. С минимальным комфортом. И вот какие-то запчасти, которые шли с машиной. Тоже новые. Дедушки были запасливые. Собирали эти запчасти. Кстати, по легенде, первым владельцем этой машины и единственным был человек. Он работал водителем на газоне ГАЗ-53 в селе небольшом Хмельницком области. И вот приобрел эту машину и так и не начал ездить. Она стояла у него в гараже без движения. Давайте откроем теперь двери с пассажирской стороны. Тут такая ткань лежит, чтобы закрыть дырочку в тенте. Вот эту вот, чтобы когда в эвакуатор машину перевозили, не накапывала вода в салон. И вот смотрите, что в салоне. Тут есть два колеса абсолютно новых. Потому что почему-то дедушка назад поставил какие-то другие колеса с москвичевской резиной. А родные, задние, хранил в доме. Вот достали их из дому. И вот это колесо, одно и второе, лежит на этой зубастой внедорожной резине, чисто уазовской. И как раз посмотрите, вот номера, которые в советские годы этой машине выдали. Хмельницкая область. И вот тоже написано G7401. Они, правда, прожавели, но на машине ни разу не стояли. То есть у советского образца белые номера с четырьмя цифрами. И в такой вот бумажной упаковке, перевязанной ниточкой. Тут тоже какие-то запчасти лежат. Крышка для аккумуляторной батареи. И давайте посмотрим, что здесь в бардачке лежит. Откроем бардачок. Тут какой-то ключ лежит. Какие-то железки. И давайте смотреть, что есть. Опись деталей и узлов, установленных. То, что у машины в комплекте еще идем. Насос, прижим насоса, домкрат, ремни безопасности. Ну и все это по списку. Дальше идем. Это приемо-сдаточный акт. Номер кузова указан. Мы видим машину. Машина год выпуска октября 89-го года. Видим печати, отметка, Луцкий автомобильный завод. Очень интересные такие артефакты в наличии. И повезло, что мыши их не поели. Хотя вот частично, конечно, и поели. Гараж такой был. А, это инструкция по эксплуатации. Видим, частично ее мышки погрызли. И еще какая-то вот тоже запрессовка наружного подшипника вала ведущей шестерни. То есть тоже какая-то схема, чертеж. Давайте еще раз покажем интерьер. Тут есть пепельница. Печка простенькая. И все. Из элементов комфорта особо ничего нет. Никакого радиоприемника, магнитового, ничего нет. Тут видим дуги для монтажа этого тента. Кстати, снутри тент в очень классном состоянии. И кузов тоже краска неплохо сохранилась. И смотрите, какие-то запчасти, приспособления для ремонта, для смазки различных узлов и агрегатов. Тоже, смотрите, амортизаторы. Какие-то резинки. Такие фары. То есть два ящика с запчастями. И оригинальное сидение пассажирское тоже смещено назад. Такая вот машинка. Минимальный уровень комфорта. Кстати, УАЗ очень интересен с точки зрения конструкции. То есть это практически единственный в мире внедорожник такого формата, который имеет полностью независимую подвеску. Здесь она на торсионах. И полноприводную трансмиссию с колесными редукторами. Из-за этого у машины очень большой дорожный просвет. В сочетании с маленькой колесной базой и высоким клиренсом это обеспечивает автомобилю феноменальную проходимость. Плюс она очень легкая. И на бездорожье она творит чудеса. Я думаю, в стоке объедет любой абсолютно внедорожник из тех, что сейчас продаются на рынке. То есть никакие гелики, рендлеры, дефендеры и рядом не стояли с этим аппаратом. Именно по части проходимости. Тем более с такими вот зубастыми колесами, которые в стоке уже очень легко по грязи и песку ехали. Такая вот конструкция. Кстати, с завода машину обработали антикором. Тоже в бумагах об этом указано. Даже за это была какая-то доплата. То есть это антикор заводской. Это черное покрытие. Это не мовиль, а именно заводской антикор. И благодаря этому антикору кузов отлично сохранился. Так, давайте еще покажем подкапотку, какой у машины двигатель. Прекрасный доступ сюда. Модель УАЗ-909М комплектовалась тем же мотором, что и Запорожец 968М. То есть это 1,2 литровый, V-образный, 4-цилиндровый мотор воздушного охлаждения. Мощность 40 лошадиных сил, карбюраторный. И вот он компактно так разместился в подкапотном пространстве. Тут посмотрите. Все доступно, ремонтно пригодно. И легко это все чинится, ремонтируется. Покажу вам с другой стороны. И обратите внимание, какие артефакты остались здесь в подкапотке. Вот дохлая мыша лежит. Очень много мышиного помета. И вот даже мышка сдохла. Прям под капотом. Не выдержала капсулы времени она и померла. Тут вот бирочка есть с названием краски. Правда, само название уже не прочитать. Но я думаю, там цвет хаки либо зеленый написан был. И есть такая вот табличка алюминиевая с ВИН-кодом машины и номером двигателя. Хотя написано двигатель MEMS 969A. То есть, видимо, какие-то отличия были от того, что ставили на Запорожье. Но по технике, я думаю, тут все то же самое. И надо это все чистить, ставить на ход, оживлять. Я думаю, это будет несложно, потому что оно все новое, хоть и долго стояло. И в ближайшее время этим всем займемся. Вот такая вот волынянка. Полноприводная трансмиссия. Сейчас покажу вам. Тут рычаги. Посмотрите, включение заднего моста, подключение. Коробка передач, четыреступенчатая механика. Понижающий ряд. Видим. Раздатки рычаг. По-моему, даже какие-то блокировки стоят. Ну что ж, друзья, подошел к финалу этот небольшой обзор капсулы времени волынянки УАЗ-969М 1989 года с пробегом всего лишь 97 километров. Надеюсь, вам понравилась данная машина. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Пока. Пока.